Всем привет, с вами Денис Мейджор, и я наконец готов рассказать о своих впечатлениях от ремейка Legend of Zelda Link's Awakening. Когда вышел этот ремейк, я вообще не планировал его полностью проходить. Я думал, ну что, оригинальную игру я уже проходил, я все про нее знаю, я проходил, по-моему, на 100%. Думаю, сейчас поиграю, но там пройду, не знаю, 3, может быть, Dungeon 4, и сделаю обзор, потому что, в общем, обзор будет все равно касаться только того, как именно порт сделан, да, то есть что изменили вот в новой версии. Однако, что-то игра меня так увлекла, что я ее полностью сам прошел. Однако, в отличие от некоторых обзоров, которые вы, может, уже видели или там читали в интернете, я не буду тут слюнями растекаться, потому что, на самом деле, недостатки есть и у самой игры, и у порта, и эти недостатки обязательно нужно отметить. Ну и тем более, что многих и так волнует главный вопрос, стоит ли ее покупать. Как я всегда говорю, стоит или не стоит там покупать, это дело ваше. Я лишь расскажу о причинах, по которых, не знаю, можно не купить или, наоборот, стоит купить. В общем, делайте выводы сами. Итак, Legend of Zelda Link's Awakening изначально вышел еще для обычного черно-белого геймбоя в 93-м году. И для своего времени это было просто потрясающе. Вообще, изначально никто не планировал делать Legend of Zelda на геймбое, потому что уже тогда была SNES-овская Link to the Past, и она была потрясающая, она задала новые стандарты серии. По сути, то, что всегда говорят, вот там классические Зельды, имея в виду, почему-то иногда первую и вторую часть. Так вот, первая и вторая часть, она совсем не классическая. То есть, все то, что как развивалась серия Legend of Zelda потом, это было обусловлено Link to the Past и закреплено, Акарина Офф Тайм в трехмерном пространстве. Безусловно, я думаю, сделать что-то вроде первой Зельды или даже что-то вроде второй Зельды на геймбое было не так уж сложно, потому что многие нинтендовские игры, они относительно без проблем портировались или переносились там в виде новых частей на геймбой. Однако заслуга Link's Awakening была именно в том, что была реализована практически SNES-овская Зельда, но новая, другая, это не был там порт, ремейк, ремастер, это была новая игра, другая игра. Но, конечно, все равно были небольшие послабления. То есть, тоже, если сказать, что это прям такая же, как вот Link to the Past, тоже будет это лукавство. Нет, не такая же, она как бы портативная, и это важно для вот этого обзора и для разговора о новой Link's Awakening, ремейке. Но все равно, конечно, это было потрясающе, потому что такой открытый мир, пусть и метроид Ваня, то есть, какие-то части мира от вас закрыты с самого начала, и вы постепенно берете разные пауэрапы и их открываете. И да, это полноценный метроид Ваня, но все-таки это открытый мир, большой, по меркам геймбоя так тем более. Позже, в 98-м году уже, игра была переиздана в версии Link's Awakening DX, и уже цветной, подцветной геймбой, но обратно совместимый и со старым геймбоем. Впрочем, и в оригинальную версию на цветном геймбое можно было тоже играть в цвете, но в четырех, по-моему, цветах, не больше. Уже цветная версия, там уже она была более цветной. И тут я абсолютно не удивлен, почему именно эту часть выбрали для ремейка. Ну, потому что, например, первая и вторая, но они слишком старые. Даже если вы сейчас в них поиграете, вот, например, можете на Свиче поиграть в них в коллекции Nintendo Switch Online, NES-овские игры, там они есть. И первая, и вторая часть, можно в них поиграть и посмотреть, что на самом деле сейчас это уже, ну, в них тяжело играть, и они слишком старые. Link's Awakening, с другой стороны, на самом деле неплохо до сих пор держится по геймплейным моментам. То есть, с геймплейной точки зрения, она не такая уж и старая, она действительно во многом напоминает Link to the Past. Но Link to the Past уже, она и цветная, и красивая, и она есть на SNES, она есть в коллекции, в том числе, SNES Online, точнее вот это SNES на Switch Online. Она есть на SNES Classic Mini, и, в общем, тоже, как бы, её переиздавать не так уж и необходимо. А Карина, она уже трёхмерная, она уже переиздавалась на Nintendo 3DS. А вот Link's Awakening, это, с одной стороны, потрясающая, замечательная игра, которая вот до сих пор, вот я, например, в неё играл на 3DS-ке. И всё бы ничего, ладно, там низкое разрешение, мыло и всё такое, но меня больше всего поначалу напрягал 8-битный звук, потому что вот это пиканье, пеликанье, пищанье в современном мире уже не так воспринимается. То есть, когда вы играете даже в какой-нибудь там, я не знаю, Shovel Knight, вы слышите музыку, которая, казалось бы, 8-битная. Но я уже, в принципе, говорил об этом, что не такое уж там всё и 8-битное в этой игре, в Shovel Knight'е. То есть, там и музыка, она богата многоголосим. Такого многоголосия не было на Game Boy, и на Game Boy было реально вот такое пеликанье. Поэтому, конечно, переиздать Link's Awakening на современной игровой консоли с современной графикой, с современным звуком, это было бы очень круто. И именно поэтому ремейк вот такой, какой он есть, и он на самом деле крутой. Но позже мы ещё поговорим про технические недостатки самого порта. Сейчас давайте вот такой момент. То есть, нам продают Legend of Zelda Link's Awakening на Nintendo Switch, ну, по 4500 в eShop, или по 3700-3800 на картридже. Казалось бы, это стоит, как обычная основная игра от Nintendo, да, как стоил там Mario Odyssey, как стоил там Splatoon, Mario Kart, и даже Yoshi's Woolly World столько стоил. Однако, всё-таки, смотря на эту игру, играя в эту игру заново, вот спустя то время, когда я играл мне ещё на 3DS в Game Boy версию, я понимаю, что она портативная. И тут вопрос не графики, вопрос не того, как она там выглядит или что, это вопрос именно геймплея. То есть, Link's Awakening изначально была такой упрощённой Link to the Past по геймплею, и она до сих пор так и играется, как немножко упрощённая Link to the Past по геймплею. Особенно, конечно, разницу заметят те, которые узнали про серию Legend of Zelda на примере игры Breath of the Wild. Они поиграли Breath of the Wild в одну из лучших игр с открытым миром, в топовую игру 2017 года, игру года, реально, которая полностью оправдывает все свои заслуги. Она их достойна, и тут люди видят Link's Awakening, который, ну, немножко дешевле стоит, потому что Breath of the Wild дороже стоило, но всё-таки. Эти люди видят Link's Awakening, и они думают, даже, допустим, смотрят они на картинки и думают, там, не точно эта игра понравится так же, как та. И на самом деле, да, я должен сказать, что, во-первых, это, конечно, совсем другое. Другая игра. Она, это не такой open world, как там. Да, здесь есть открытый мир, но, опять же, это Metroidvania, а не так, что ты идёшь куда хочешь с самого начала игры практически. Здесь гораздо меньше контента, меньше персонажа, меньше врагов, меньше всего. И геймплей 93-го года, ну, правда, учитывая то, что всё-таки нинтендовские игры, на мой взгляд, они неплохо играются и сейчас, даже когда они старые. Потому что некоторые игры, когда портируются, там, из того времени, и в них играешь, и ты понимаешь, ну да, игра старая, а вот прям совсем по геймплею. Здесь нет ощущения, что игра прям старая, но есть ощущение, что она портативная. И тут, конечно, диссонанс. То есть портативную игру нам продают по цене не совсем портативной игры. Ну, то есть, если взять, например, 3DS-ку и сколько для неё игры стоили, если вот фулл прайс на 3DS-ке принять за цену портативной игры, такой конкретно портативной, то возникает вот эта проблема, что на Switch'е она стоит дороже. Может быть, поэтому ремейк Link's Awakening решили выпустить одновременно с выпуском Nintendo Switch Lite. Типа, вот вам полноценная портативка Switch, и вот вам на неё портативная игра. Но, с другой-то стороны, у нас и Nintendo Switch Lite-то немножко сильно порезали, сильнее, чем стоило. У меня при неё будет обзор, была распаковка, можете посмотреть. И вот, чтобы подытожить то, что я вот сейчас говорил, то есть я скажу так. Игра хорошая, порт хороший, но она портативная. И, конечно, если сказать, вот стоит она тех денег, сколько за неё просят или нет, то скорее нет. Я не очень люблю рассуждать на том, что там стоит, денег не стоит, но тут, на мой взгляд, очевидно. Примерно как с Yoshi. Yoshi's не Woolly World только, а Yoshi's, вот этот последний, который был, Yoshi's Crafted World на Nintendo Switch. Вот примерно такая же ситуация. То есть ты видишь игру, которая, ну, очевидно, проседает по контенту по сравнению там с какими-то более навороченными играми, даже на той же самой платформе от того же издателя, но за неё просят столько же денег. Ну, перейдём к порту и немножко хочу рассказать о самой игре. На самом деле, Link's Awakening создавали под впечатлением от сериала Twin Peaks. Это может звучать странно, но если вы дойдёте до конца и погуляете по лабиринту последнего подземелья, именно самого последнего, после того, как вы собрали 8 инструментов, вы поймёте, что действительно есть даже какие-то схожести с Twin Peaks. Ну, в общем, разработчики хотели создать такой остров с необычными, такими немножко безумными жителями, и на котором творится всякая дичь. И у нас здесь ни Ганана, ни Зельды уже нету, но можно увидеть очень много персонажей из Марио. Казалось бы, действительно очень много. И гумбы, и чип-чипы, и хищные цветы пираньи, и даже рисунок принцессы Питч будет. По количеству отсылок к другим играм, Link's Awakening, наверное, выигрывает среди всех. Тем не менее, в остальном это такая зельдовская метроидвания. Вы находите какой-то предмет, с помощью этого предмета вы можете идти в подземелье, в подземелье будет очень много загадок, головоломок и ещё какой-то предмет. Также там будет босс, которого надо будет понять, как его убить и убить, после чего вы с помощью предмета, взятого в этом подземелье, сможете пройти в какую-то другую часть мира. Параллельно с этим развивается довольно простая история. Вы общаетесь с персонажами на острове, исследуете его, ищите какие-то дополнительные коллектейблс, прокачиваете своё здоровье, какие-то другие предметы тоже можно, не то что прокачивать, можно сказать, увеличивать их, не знаю, мощность, ёмкость, типа такого. И таким образом проходите игру. Если в том же Link to the Past и в некоторых зельдах после было ещё такое параллельное измерение, которое, ну не то чтобы увеличило в два раза весь контент в игре, но примерно, то здесь этого нет. Поэтому я говорю, она в том числе в этом кажется немножко портативной, хотя всё ещё крутой. Но перейдём конкретно уже ремейку. В ремейке у нас сделали графику на Unreal Engine, которая сначала мне показалась, ну, чересчур кукольной. Ну, то есть у нас были уже там мультяшный Wind Waker, у нас была такая практически уже почти кукольная Link Between Worlds, но здесь у нас ещё больше кукольности. Плюс вот этот эффект Teal Shift, когда у тебя сверху замылено, снизу замылено, и ты играешь как будто в диораму. Поначалу всё это напрягало, но потом, поиграв несколько часов, я как-то втянулся, я реально втянулся в игру. Тут, наверное, самое время сказать, за сколько вообще можно пройти игру. Я не могу сказать, за сколько я её прошёл, просто потому что у меня до сих пор Switch показывает, что игра была запущена там несколько дней назад. Но если верить сайту Halloween To Beat, то игра, если так её пробежать, проходится за 15 часов или полностью за 20 часов. Ну, то есть примерно как Uncharted по времени, чисто по времени. Ну, так вот, графики. В общем, я привык уже где-то часу на третьем, и наоборот, мне даже начало нравиться. Ну, во-первых, здесь потрясающая работа с материалами, и потрясающая работа с бликами там различными, соцветами. То есть всё очень круто. То есть я так подумал сначала, потому что, да, есть проблемы с производительностью, о которых я тоже поговорю. Я сначала думал, блин, ну сделали бы чуть попроще графику, как Link Between Worlds, и зато не было бы проблем с производительностью. Но когда я всё это посмотрел, я подумал, что, а может быть и нет. Да, наверное, стоит что-то подкрутить в производительности, но именно уж если делать ремейк игры, которая вышла там почти 30 лет назад, то, наверное, делать его так, чтобы она ещё лет на 30 казалась актуальной и современной. А я напоминаю, что именно игры с такой мультяшной графикой, они сохраняются лучше всего. То есть сделай сейчас такой полный реализм с реалистичными якобы фотографикой, прям такой, прям вот как в настоящей жизни, и через 5 лет она уже будет казаться допотопной. А вот сделай мультяшную, и хоть 30 лет проходит, и нормально. Вон Wind Waker до сих пор играешь на Wii U, или там кто-то играет даже в GameCube-овскую версию на ПК, на эмуляторе, там в 4К запускает, отлично смотрится. То есть текстуры те же, всё тоже, просто разрешение другое, и всё как игра современная прям. Ну, про технические проблемы. Когда я ещё смотрел демку игры, она работала, если в данж заходишь, помещение какое-то, она работала в 60 FPS, выходишь на улицу, работала в 30. Мне ещё тогда не нравилось, как она работает в 30 FPS. 30 FPS они тоже, знаете, бывают разными. Но к релизу они решили, что всё-таки, «Не, ну чё такое, давайте у нас всё будет в 60 FPS». Однако, в игре решили включить вертикальную синхронизацию, что хорошо и правильно, и есть почти во всех консольных играх, но почему-то именно с двойной буферизацией. У Digital Foundry есть видос про различные методы вертикальной синхронизации, где они рассказывают, почему именно двойная буферизация приводит вот к такому эффекту. Эффект заключается в чём? То есть вот у вас 60 FPS, но как только идёт падение FPS, то итоговый фреймрейт падает ровно до 30 FPS. Вот такая вот история. Можете посмотреть Digital Foundry, они там рассказывают, почему так происходит. Я не буду подробно на этом останавливаться, потому что не в этом суть этого видео. Скажу лишь, что вертикальная синхронизация бывает разной. Можно было сделать не такую вертикальную синхронизацию, какую-нибудь другую, там, адаптивную вертикальную синхронизацию, да чё угодно. Но именно двойная буферизация приводит к тому, что при малейшем падении фреймрейта, фреймрейт падает сразу вдвое. И это, конечно, очень сильно заметно, особенно учитывая, как изначально неприятно воспринимались 30 FPS в этой игре. И это, конечно, самый, наверное, главный недостаток данного порта. И происходит это очень часто. Причём происходит это не из-за того, что там на экране много всего или чё-то такое, а как будто бы из-за подгрузок. То есть ты приходишь в какую-то зону, и у тебя раз там 30 FPS, и потом снова 60. Ты возвращаешься обратно, и снова сюда приходишь, и всё, и нет никакой просадки. То есть как будто вот именно подгрузка, и из-за этого все проблемы. Я думаю, что это можно поправить патчем там или чем, но я не уверен, что это будут делать, потому что я вот кроме Breath of the Wild, вот Legend of Zelda Breath of the Wild, я не помню патчи производительности у Nintendo. И таким образом игра постоянно падает до 30 FPS, это реально напрягает. Может быть, если бы она всегда работала в 30, это бы не напрягало, потому что ты уже привыкаешь с какого-то времени, перестаешь это замечать. Но поскольку у тебя постоянно то 60, то 30, то это, ну, не заметить, ну, просто невозможно. Конечно, чем меньше экран, тем это меньше заметно. Может быть, поэтому в том числе Link's Awakening вышел одновременно со Switch Lite. Тут ещё, конечно, разрешение. То есть оно далеко не полное, не Full HD на телевизоре, не 720p на портативке, но в портативе оно как будто бы больше по отношению к экрану, чем на телевизоре. То есть не то, что в портативе выше разрешение, а по отношению именно к максимальному доступному разрешению оно больше. Вполне возможно даже, что на телевизоре и в портативе одинаковое разрешение, из-за чего, естественно, в портативе оно кажется более чётким. То есть в портативе в Link's Awakening играть, вообще говоря, приятнее. Но с другой стороны, если отметить хорошие положительные стороны порта, помимо красивой, очень красивой графики, я хочу отметить, конечно, более удобный геймплей в плане кнопок. Ну, про это тоже все говорили, но я тоже скажу. Потому что реально, когда я играл в геймбоевскую версию, тут такое ощущение, что, ну, неудобно. Тебе нужно постоянно всё переключать, потому что меч и щит у тебя на тех же кнопках А и Б, что и все остальные предметы. А большинство данжей, особенно там вторая половина игры, они постоянно проходятся с использованием нескольких предметов. Там, чтобы убить каких-то боссов, врагов, тебе нужны определенные предметы. И поэтому ты постоянно переключаешься. И когда ты там, например, прыгаешь, и тебе нужно ещё там ускорение, то ты и щит даже не можешь экипировать. И получается, ты вообще лишён защиты, лишён возможности махнуть мечом, потому что у тебя прыжок, это отдельная кнопка получается. И ускорение, это тоже отдельная кнопка получается. И в этом, конечно, был косяк в оригинальной версии, но это полностью поправили здесь. Как мне кажется, могли, конечно, сделать даже ещё местами удобнее, потому что кнопки ещё есть свободные на Nintendo Switch и на Lite, и на любой, да? Поэтому могли бы сделать ещё лучше, но уже круто, что не приходится постоянно, по крайней мере, переключаться. И, по крайней мере, у тебя постоянно экипирован меч, постоянно щит у тебя, постоянно вот этот браслет, который тебе помогает тяжёлые вещи поднимать. Это всё круто. Ну и плюс у нас здесь полный перевод на русский язык. Ну а озвучки в игре и не было, но текст есть, и текст весь на русском языке, и, конечно, стал играть из-за этого удобнее. Но и тут я хочу вспомнить парочку недостатков самой игры, потому что в самой игре, Link's Awakening, всё-таки были проблемы с геймплеем. Например, в одном из данжей, чтобы и пройти этот данж, тебе нужен бумеранг. Проблема в том, что ты не знаешь о том, что тебе нужен бумеранг. Тебе игра не скажет о том, что, чтобы пройти этот данж, тебе нужен бумеранг. Более того, тебе игра не скажет, где брать этот бумеранг. Так, изначально Link's Awakening, геймбоевскую версию, я проходил, ну, активно пользуясь помощью в интернете. Когда я сел проходить вот этот вот ремейк, я думал, всё, я уже не буду никуда смотреть, никуда не подсматривать, я полностью сам пройду. Не то, чтобы я сильно хорошо помнил, что там было, но всё-таки думаю, что сяду и пройду. Но всё-таки, буквально, наверное, 3-4 раза за всю игру мне пришлось загуглить, в том числе, вот этот момент с бумерангом. И это, конечно, проблема самой игры. И это, на самом деле, часто было в старых зельдах. Сейчас, вот если там посмотреть на более современные версии, там тут же даже не то, что там Breath of the Wild, но какой-нибудь там Skyward Sword или Twilight Princess, там такого практически нет. И даже в Wind Waker тебе всё равно где-то в игре есть информация о том, как тебе что проходить, просто тебе эту информацию нужно найти, тебе нужно со всеми разговаривать. Здесь же, в Links Awakening, даже если ты будешь со всеми разговаривать, ты всё равно можешь пропустить какую-то информацию. Плюс, есть ещё такой момент, вот в старых зельдах, это касается, в принципе, и Link to the Past, что мне тоже не очень нравится, что ты, допустим, знаешь, тебе нужно идти, вот грубо говоря, туда. И ты думаешь, вот как мне туда пойти? Потому что здесь почти всегда, особенно поначалу, вот есть только один вход в какую-то локацию и один выход из этой локации. То есть мир у тебя вроде как открытый, но он всё равно, знаете, как переплетение кучи как будто бы коридоров, как такой лабиринт. И очень часто неочевидный, знаете, вот, ну, это напоминает мне, конечно, московскую застройку. В Москве вот тоже иногда идёшь, думаешь, смотришь по карте, о, можно напрямую пройти, идёшь, а там какая-нибудь овощебаза. Ну, это мой такой термин, я называю просто, я как-то раз на овощебазу так наткнулся, и вот мне теперь всё, это овощебаза. То есть вот здесь дорога есть, здесь дорога есть, казалось бы, можно их состыковать. Нет, надо посередине построить огромную широкую овощебазу, чтобы ты её отходил там 5 километров в обход. И вот в Legend of Zelda, вот Links Awakening, Link to the Past и во многих других, особенно двухмерных, которые вот с видом сверху, в них вот такое есть, что ты знаешь, что тебе нужно туда, но на самом деле оказывается, что чтобы пройти туда, тебе нужно дойти туда, вот как-нибудь так в обход, то есть тебе нужно самым долгим, казалось бы, смотря на карту, самым долгим, самым неудобным путём туда идти. То есть я понимаю, что да, по прямой идти, наверное, не прикольно, да, надо какие-то вот через лабиринт как-то искать свой путь, но чтобы дойти туда, тебе нужно было идти в противоположную сторону карты, это мне кажется немножко странно. Но тем не менее, если вы будете садиться за эту игру, то учтите, что здесь такое есть, и если вы не сможете куда-то дойти, возможно, вам нужно сначала пойти в совершенно противоположную сторону. Ну, в общем, пора, наверное, подытоживать. То есть в любом случае, несмотря даже на перечисленные недостатки, я получил огромное удовольствие. Для меня, на самом деле, вот показатель того, вот лично мне там нравится игра или нет, это вот если вот я реально не могу из неё вылезти. И вот из Legend of Zelda Link's Awakening я реально не мог вылезти. То есть я до этого, перед тем, как мне её дали, я там начинал снова проходить Wind Waker уже на русском языке, на Wii U, и когда мне дали Link's Awakening, я запустил, думал, ну, как я сказал изначально, я немножко поснимаю, там, прохожу чуть-чуть и сделаю обзор, вот просто расскажу, там, вот разницу порта, там, как он работает, вот это всё. Но в итоге игра меня так затянула, что я просто всё свободное время в неё играл. То есть я дома играл, я ехал на работу, в неё играл, и вот пока я не прошёл Link's Awakening, я вообще не запускал даже практически другие игры. Ну, чуть-чуть некоторые запускал. То есть вот пять дней я проходил, но, конечно, у меня не было столько много времени играть, потому что надо было делать стримы, надо было делать видосы, так я был относительно занятой, поэтому, наверное, пять дней, иначе бы я гораздо быстрее прошёл. И я действительно рад, что сделали ремейк именно этой части. Конечно, я бы хотел ещё какой-нибудь Skyward Sword на Switch'е, переизданный в более, там, высоком качестве графики, ещё и без моушн-контрола желательно. Конечно, я бы хотел, там, чтобы и Twilight Princess, и Wind Waker, которые переиздавали на Wii U, переиздали, может быть, на Switch'е, хотя бы порт просто завезли обычный, там, без всего, ну, без изменения чего-то, ну, просто порт. Link's Awakening — это была, наверное, с одной стороны, одна из самых крутых двухмерных зельд. С другой стороны, она, ну, хуже них выглядела, то есть она была старее всех, она была самой портативной, изначально вообще чёрно-белой, поэтому хорошо, что ей, вот, достался этот ремейк. Minish Cap, например, выходил на Game Boy Advance, он и так-то выглядел неплохо, и музыка там была хорошая, и звук, и графика такая пиксельная, и сейчас даже смотрится нормально. Музыка, кстати, да, то есть реально тоже звук переработали в Link's Awakening полностью, и переработали его круто. слушать вот эти саундтреки все в игре, они очень атмосферные, очень крутые, и очень в тему вот к происходящему на экране. Ну, а у меня на сегодня всё, с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok